Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Попов, я руководитель рекламной сети Яндекса. Сегодня я подготовил несколько слайдов о ключевых вопросах, которые чаще всего слышу от наших клиентов. Когда мы встречаемся с клиентами, они задают, в принципе, примерно одинаковые вопросы. Я отобрал из них пять основных, которые хочу вам рассказать и рассказать о наших подходах к решению некоторых задач. Вот эти вопросы. Первое. Где показывается реклама? Каким образом мы подошли к выбору инвентаря в РСЯ? И каким образом мы решаем проблему или классическую дилемму между программатик подходом, аудиторным подходом и подходом выбора конкретных площадок? Второй вопрос. Как мы решили проблему с увиденными показами? Что мы считаем реальной видимостью на территории рекламной сети? Третий вопрос. Как формируется цена клика и какие нововведения у нас в этом месте появились в рекламной сети, которых нету еще даже на поиске Яндекса? Четвертый вопрос. Это место рекламной сети в конверсионной цепочке в продвижении пользователя поворонки к конечной продаже. Где сейчас находятся рекламные сети? Как она уже сегодня коммуницирует с аудиторией? Ну и последнее, о чем мы поговорим, это хинты. Как можно оптимизировать уже сейчас ваше размещение в рекламной сети? Ну, какие есть подходы? Итак, начнем. Первое, о чем я хочу рассказать, где показывается реклама в рекламной сети. Есть классический подход, классический баинговый подход, который, в общем-то, до сих пор действует. Отбираются площадки. Площадки подбираются таким образом, чтобы аффинитивность аудитории была наиболее близка к каким-то целям рекламодателя. И на этих площадках покупаются конкретные места. Места такие, чтобы реклама работала эффективно, чтобы с показами было все корректно. Обычно это первые экраны и все подобное. Второй подход – это подход апологетов программатика. Типа, ребята, покупайте аудиторию. Не смотрите, собственно, на площадки. Смотрите на то, какая итоговая эффективность. И будет вам счастье. Мы в своей работе постарались совместить оба этих подхода. С одной стороны, мы понимаем и ценим важность места с точки зрения рекламодателя. Поэтому мы организовали строгую модерацию, строгую ручную модерацию, проверку всех площадок в рекламной сети, прежде чем мы начинаем показ рекламы. То есть у нас не происходит в принципе показ рекламы на площадках, которые не промодерированы. Второе, что мы сделали, это мы технически гарантировали, что если площадка не промодерирована или если показ происходит на каком-то другом домене, то фактически ничего не срабатывает, никакой рекламы не отрисовывается. Но при этом рекламодатели могут видеть то, на каких сайтах, собственно, показывалась их реклама. Могут при желании отключить сайты с неугодной им аудиторией, если они понимают, почему вот эта конкретная аудитория им не нужна. С другой стороны, мы, в общем-то, по сути, до программатика предложили рекламодателям аудиторную закупку. То есть аудиторная закупка, которая действует в RSI, закупка по ключевым словам в Директе, это в сущности такой протопрограмматик, когда вы можете создать сегмент путем сбора семантического ядра. Точно так же вы можете создавать сегменты уже сейчас, использовать сегменты и Яндекс.Аудитории, и использовать сегменты крипты в дисплее. Итак, вот в чем компромисс, собственно, нашего решения. Скажите, а есть в зале площадки? Вот рекламодателей, я понимаю, много, а есть ли представители площадок в зале? Окей, ну, вас немного, но для вас выбор следующий. С одной стороны, вы можете выставлять свой инвентарь, собственно, в общем аукционе, и при этом не именовано никаким образом, то есть участвуете на общих правах. С другой стороны, если хотите каких-то дополнительных прямых продаж, можете участвовать в наших аудиторных пакетах. Это тот способ, каким образом площадка может донести свою особенную ценность для рекламодателей. Если вы понимаете, что вы цены для клиента больше, чем какая-то средняя площадка RSI, вы в аудиторных пакетах можете это делать. Итак, так мы разбирались, собственно, с вопросом, где показывается реклама. Следующее. Что мы признали за стандарт видимости? Не так давно появился международный стандарт, его опубликовал IAB, и этот стандарт гласит, давайте считать увиденным баннер, если больше 50% площади, баннер находился более 1 секунды в зоне видимости. Но дело в том, что в 2012 году, когда мы запускали нашу программатик-платформу, такого не было, такого стандарта не было, такого решения не было, поэтому мы руководствовались своим собственным опытом, а по нашему опыту клики, совершенные быстрее, чем за 2 секунды экспозиции, характеризуются плохим уровнем вовлечения. Поэтому мы практически такой же стандарт сделали, только вдвое больше по секундам. Мы считаем, что виден был тот баннер, который показывался более 50% площади, больше 2 секунд в зоне видимости. И таким образом мы постарались максимально выровнять качество закупаемых показов на всей рекламной сети, будь то медийные показы или директорские показы. То есть такое правило распространяется на любые виды рекламы, включая и сторонние диспи, которые покупают у нас в сети. Что при этом все мы получили, кроме этого очевидного выравнивания и очевидной прозрачности? Важный момент, что мы можем заново для себя открывать пост-вью-аналитику. Если раньше пост-вью-аналитика, делание пост-вью-аналитики и анализ вовлечения аудитории от медийной рекламы осложнялся тем, что какие-то баннеры показывались вне первых экранов, какие-то баннеры быстро проскроливались и еще что-то, то в современной реальности с появлением вот этого самого стандарта, стандарта видимости, который почти все крутые игроки поддержали, дает нам возможность смотреть, как же пользователи вовлекались баннерами. То есть мы теперь можем делать не только пост-клик-анализ, которым, собственно, все уже занимаются, но и заново открывать для себя пост-вью, смотреть, как аудитория реагировала на коммуникацию. Это очень такой интересный момент, которым можно пользоваться. Следующее, про что я хочу вам сегодня рассказать, как формируется цена клика в РСЯ. Казалось бы, есть такие стандартные подходы, довольно простые. Прогнозируешь вероятность клика, берешь ставку рекламодателя, получаешь из этого, собственно, оценку денег, оценку CPM, вероятность денег. Таким образом ранжируешь по этой оценке, собственно, рекламодателей, организуешь аукцион второй цены между ними, высчитываешь. Ну, с одной стороны просто для видео, а с другой стороны, может быть, не очень. Высчитываешь вторую цену, собственно, и отправляешь в показ. Так, в общем и целом, работала рекламная сеть много лет. Но что мы заметили? Что мы, в принципе, знали давно и знали это по площадкам, но заметили пару лет назад, заметили по аудиториям разницу. Заметили, что некоторые площадки хуже конвертируются, но важнее, что некоторые аудитории конвертируются хуже. Ну, например, самое простое, очевидное. Аудитория младше 18 лет имеет более низкую покупательную способность. При этом они характеризуются более легким уровнем вовлечения. То есть они кликают, короче, на любую рекламу. Вот, она их не парит, типа, а, рекламу можно кликнуть. Но они нифига не покупают. Вот, и что делать с такими пользователями? Мы стояли перед выбором, что делать с этой аудиторией. Не показывать рекламу странно, вырезать такие клики от рекламодателей тоже странно. Поэтому мы подумали и сделали важнейшую штуку. Мы сделали автоматический биддинг для рекламодателей, который снижает цену закупки в том случае, если мы понимаем, что вероятность конверсии будет ниже. Теперь это работает не только по конкретным площадкам, но работает также и по аудиториям, и по конкретным таргетингу. В общем, по всему тому, что находится внутри рекламной сети. Как это работает и как мы это построили? Мы собрали всю информацию по рекламодателям, которые у нас есть, по клинецкой базе Директа. Это огромная база. Выделили оттуда тех рекламодателей, которые уже настроили какие-то цели, конверсионные цели в Директе. И на этих, собственно, целях обучились тому, какие клики являются хорошими. Или в каких случаях клик можно признать, что он был с вовлечением, что он был с какими-то последствиями. Обучились на вот этой вот небольшой выборке, обобщили это знание на всю систему. И после этого начали использовать вот этот вот прогнозатор в реальном времени на каждом показе. В результате получается примерно следующая конструкция. Допустим, есть хороший сайт с хорошей аудиторией. Вы поставили за пользователя ставку, допустим, там 15 рублей за клик. Система видит, что пользователь хороший, сайт хороший. Если клик случится, контакт будет хороший. И эти прям 15 рублей участвуют в собственном аукционе. Но, допустим, есть какой-то другой сайт. Например, на нем блок расположен как-то активнее. Или, например, этот сайт характеризуется аудиторией, которая помоложе. Тогда система посчитает, что, допустим, конверсионность этого клика может оказаться на 20% ниже, чем в среднем по рекламной сети. И она отсечет от вашей ставки, оставит 80%, и ее пойдет вот этим вот 80% в аукцион. Что мы таким образом получаем? Таким образом мы получаем, что мы, в принципе, закупаем для рекламодателя весь инвентарь, который рекламодателю может быть полезен. Мы делаем ему максимум конверсий, которые рекламодатель может получить. Но при этом стремимся выровнять цену эффективного CPA или указал рекламодатель напрямую этот CPA в интерфейсе или не указал, а подразумевает сам. Стремимся, собственно, выровнять эту цену. Почему это так важно? Почему важно покупать любую аудиторию, а не только ту, которая хорошо конвертируется? Если у вас есть 100 кликов, которые конвертируются с вероятностью 7%, допустим, вы получили 7 продаж. Допустим, есть другие 100 кликов, которые конвертируются не с вероятностью 7%, а с вероятностью 2%. Что это значит? Это значит, что вы можете либо их не купить совсем, но в этом случае вы потеряете 2 продажи, либо вы можете заплатить за них настолько дешевле, настолько, собственно, менее эффективно они работают. Например, в 3,5 раза в данном конкретном кейсе. И это важный момент, который существенно меняет подход к работе с рекламной сетью. Теперь не нужно смотреть на конверсионность. Очень важно смотреть на некоторые, на CPA и на цену вовлеченных посетителей или цену конверсии, которую вы получаете. Так, следующий важный очень вопрос, который у нас на самом деле очень часто внутри звучит, и также с ним приходят регулярно клиенты. Почему мало конверсий из рекламной сети и мало ли их вообще? Давайте посмотрим, о чем идет речь. Обычно сравнение, когда мы говорим о том, мало-много конверсий, собственно, из рекламной сети, сравнение идет с поиском, с поиском Яндекса. Ну, внутри Директа обычно происходит сравнение. Так вот, сегодня цифра такова. На две конверсии из большого поиска происходит примерно одна конверсия из РСЯ. Вот эти конверсии – это конверсии, посчитанные по целям рекламодателей Директа, по всем целям, которые они указали внутри стратегии, то есть это то, что мы называем внутри себя золотые цели, цели, которые рекламодатели оптимизируют в CPA. И они посчитаны в модели атрибуции «последний клик». О чем говорит эта цифра? О том, что сеть уже сегодня генерирует огромный объем продаж, ну, не просто сопоставимый с поиском, а вполне себе значимый вклад делает в общий поток конверсий каждого конкретного клиента. С другой стороны, к нам приходил клиент, который спрашивал, типа, вот, ребята, у меня конверсионность 1% из рекламной сети, а на поиске у меня конверсионность повыше. Конверсионность 1% в модели «последнего клика». Антрибуция на поиске у меня конверсионность повыше. И мы проанализировали, каким образом сеть уже сегодня коммуницирует с его аудиторией. Обнаружили, что сеть участвует не только в последней продаже, или не только в последнем, так сказать, проведении пользователя к корзине, но и вовлекает пользователя в покупку на ранних этапах, вплоть до того, что сеть зачастую является первым генератором клика, когда пользователь впервые попадает на сайт клиента. Также сеть эффективно позволяет работать с теми пользователями, которые у вас уже купили. То есть вы продали клиенту какой-то товар через, условно, две недели, через месяц. У него случается вторая зарплата, следующая зарплата в смысле. Он понимает ценность товара, у него позитивная ассоциация с вами, и вы вполне себе можете продать ему еще один товар или оказать какую-то дополнительную услугу, если вам это интересно. Так вот, анализируя, собственно, того клиента, мы показали ему, что, ребята, вот смотрите, у вас 1% конверсионность, если смотреть в модели последний клик, 2% конверсионность, если смотреть в модели последний значимый клик, а если смотреть все ассоциированные конверсии, то там получалась конверсионность больше 5%. То есть рекламная сеть оказывала существенный вклад в общий объем продаж, который происходил у этого клиента, и находилась на разных этапах создания ценности в голове посетителя, создания ценности этого бренда. К чему все это? К тому, что мы рекомендовали, по сути, клиенту. Мы рекомендовали ему четко разделяться по компаниям, то есть понимать, какую аудиторию, где он покупает. Где он покупает аудиторию, которая впервые приходит на его сайт, и которой важно первый раз что-то рассказать и донести какие-то ценности того, что вы предлагаете. Где он покупает аудиторию, которая уже была у него на сайте, и которой нужно на самом деле напомнить, что ребята, вы у меня только что это смотрели, собственно, купите еще. И настроить корректные цели для этих компаний. Все остальное сделает машинка. Все остальное, собственно, делают автоматические стратегии, которые есть в директе, настраиваете цель, выставляете цену конверсии и получаете результат. Теперь следующий важный момент, который я хотел с вами сегодня рассказать, это как повысить эффективность. На самом деле он в продолжении предыдущего кейса. Итак, рассмотрим ситуацию. Допустим, есть какая-то тематика, например, недвижимость, где цикл принятия решения длинный, где покупка не происходит в один клик. А таких, на самом деле, тематик довольно много. То есть быстро покупают только относительно дешевые товары. Если товар дорогой, то человек созревает в покупке, человек накапливает желание и после этого в конечном счете его реализует. Каким образом делать оптимизацию рекламы? Оптимизацию рекламы в рекламной сети, да и в других, на самом деле, системах, работая на этапе вовлечения, на этапе первичного информирования пользователя. С одной стороны, можно прибегать к медийной рекламе, но можно также работать уже сейчас и в контексте. Есть простой способ, который я вам хочу показать. Попробуйте оптимизировать вовлеченных посетителей. То, что вы можете сделать уже сейчас. Кто такие вовлеченные посетители? Да, в общем-то, вы сами можете их определить. У кого-то вовлеченные посетители – это будут те, кто просмотрел три больше товара. У кого-то вовлеченные посетители будут те, кто сделал какие-то сравнения, кто зашел на страницу «Наш адрес», допустим, кто посетил информацию о доставке. У кого-то вовлеченные посетители будут люди, которые посмотрели сеть, карту салонов или еще что-то. В общем, определить для себя, что есть вовлеченные посетители. Самый простой способ, который мы иной раз используем внутри, определять вовлеченных посетителей как людей, бывших на сайте больше двух минут, две и более минуты. Если человек две минуты пробыл у вас на сайте, наверное, что-то его заинтересовало, и, наверное, каким-то образом он вовлекся. Дальше вам будет легче с ним коммуницировать. После этого вы можете максимизировать количество таких вовлеченных посетителей. То есть это не продавать напрямую, то есть в смысле не делать продажу прямо в последнем клике, не делать корзину в последнем клике, но при этом и не закупать клики в целом, и не закупать трафик. Это промежуточная такая стадия. Вы оптимизируете вовлеченных посетителей, оптимизируете тех, кто в конечном счете будет продвигаться вниз по воронке. Как определить цену? Очень просто. Посмотрите на текущие компании по директу. Вы создали такую цель в метрике. Посмотрите по тем компаниям, которые вас устраивают, а какая цена вовлеченного посетителя у вас в среднем получалась. И эту цену используйте для следующих компаний, используйте прямо в автоматических стратегиях. То есть создавайте компанию, выставляете цель вовлеченные посетители, выставляете там эту цену. Таким образом будете получать максимум вовлеченных посетителей, которые в конечном счете будут проходить конверсии. Итак, ключевые вопросы, которые я сегодня осветил, это как мы решали проблему с аудиторной закупкой и закупкой конкретных мест, что мы модерируем все площадки с одной стороны, с другой стороны обеспечиваем рекламодателям таргетинги по аудиториям. Что такое видимый показ? Что видимый показ по Яндексу? Это более 50% видимости в зоне, более 50% площади баннера в зоне видимости более двух секунд. Сколько стоит клик? И как мы используем прогноз вероятности конверсии для каждого клика? Что сеть участвует в этапе продвижения поворонки на разных этапах и использование вовлеченных посетителей как промежуточной прокси-цели для оптимизации. Что из всего этого вытекает? Из всего этого вытекает следующее важное не то чтобы событие, а то, что уже состоялось. Сеть стала отдельным каналом для привлечения аудитории наряду с поиском и другими каналами. Отдельным, потому что она требует с одной стороны своего специфичного измерения, измерения на разных уровнях, на верхних уровнях воронки, на среднем уровне воронки, в постпродажах. Сеть при этом очень сложна. Если в поиске вы можете ориентироваться, допустим, на Wordstat, на запросы пользователей, то в сети сложнее работать с семантическим ядром, сложнее работать с подбором аудитории, поэтому лучше давать эти задачи машинам, давать машинам, собственно, выбирать аудиторию, выбирать площадки, а самим назначать, по сути, рассказывать машине, что такое хорошо, что такое плохо. И машина будет за вас все оптимизировать. Кроме этого, вы можете также генерировать креативы, рассказывать пользователям разные истории со страниц текстов объявлений или со страниц баннеров, без разницы. Система будет подбирать, какие баннеры каким пользователям показать, какие баннеры эффективнее, какие менее эффективнее. Спасибо большое. Спасибо, Дима. Пока готовится зал. Зал готовьтесь, не спите. Я начну с вопросов из онлайна. Толяныч из предыдущей серии, которая не инвестор, спрашивает, когда можно будет настроить показы на конкретную площадку в РСЯ, как в КМС Гугла? Здесь есть важный момент, которого мы сейчас придерживаемся. Это политический момент. Наши издатели, которые размещают рекламную сеть, имеют свои отделы прямых продаж. И в том случае, если рекламодатель сейчас понимает ценность какой-то конкретной площадки, сейчас он может обратиться к этой площадке непосредственно, придя в ее продажи и купив. Закупка площадок технологиями Яндекса подразумевает на сегодняшний день аудиторную закупку, а не закупку конкретных площадок. Если есть желание выбирать какие-то конкретные площадки, можно общаться с теми участниками, с теми площадками, которые работают у нас в аудиторных пакетах. То есть решение должно быть обоюдное. Если площадка участвует в аудиторных пакетах, рекламодатель может ее купить. Если непосредственно, если площадка не участвует, то рекламодатель может только аудиторию покупать. Спасибо большое. Я вижу вот там уже оффлайновые вопросы с зала. Здравствуйте. Привет, Михаил. Город Киров. У меня вопрос к Директу. У вас есть лимит на 50 объявлений, и система сама выбирает лучшее объявление, но никто не может объяснить, каким образом она его выбирает. Я сейчас не очень понял, про какой лимит на 50 объявлений. В одной группе объявлений 50 объявлений. И когда мы смотрим, как они откручиваются, мы не понимаем, почему выбрано именно там одно-два объявления, и они чаще всего показываются. Нет возможности сделать равномерное чередование. Зачем вы так делаете? Ответ очень простой. Смотрите, если вы делаете равномерное чередование, очевидно, что какие-то объявления работают лучше, какие-то работают хуже. Так вот, для нас, как для держателя инвентаря, те объявления, которые работают хуже, это прямая недополученная выручка или недополученный перформанс для вас. Поэтому задача наша следующая. Максимально быстро принять решение, какое из этих объявлений действительно лучшее. И сейчас алгоритмы построены так, что они действительно стремятся сделать этот выбор раньше, чем поймете вы. Это не всегда понятно. Это касается поиска Яндекса. Что касается рекламной сети, то там сейчас AB-тестинг работает несколько иначе, и там возможна, собственно, проблема. Я так отскажу. Спасибо. Чередуем. Сейчас вопрос из онлайна, потом вопрос уйдет вот туда. Вопрос из онлайна от Андрея Шумакова. А как часто повторно модерируются площадки для РСЯ? А то, например, существует форум, на котором просто тупо было написано «Кликай здесь, помоги форуму». Напишите в саппорт. Говорит, писал. Форум по-прежнему существует с этой же штукой. Поэтому и спрашиваю. Окей, хорошо. Я поищу. На самом деле вообще-то модерируются регулярно. И случаев, когда жалуются, что помогите форуму, сделайте клик, этот случай прямо запрещен правилами участия в рекламной сети. Поэтому мы с таким товарищем расстанемся обязательно. Вот. То, что, видимо, сейчас сигнал каким-то образом не прошел, но таких ребят мы не держим. Понятно. Напишите, пожалуйста, еще раз, уважаемый тезка. Вопрос вот в той части зала. Я бы даже дополнил еще предыдущему. Может быть, такой форум-то и есть, но важный момент, из чего состоит основной трафик рекламной сети. Основной трафик рекламной сети приходит с инвентаря Яндекса и с инвентаря крупнейших партнеров рекламной сети. Это, собственно, компания, известная в Mail.ru. Дим, спасибо. Я думаю, ты убедительно ответил. Давай все-таки дадим возможность человеку задать вопрос следующий. Добрый день. Меня зовут Роман. Вопрос. Не так давно Яндекс ввел широкоформатный баннер, и он расширяет свою линейку. У меня вопрос по ним. Насколько эффективно они работают? Какие места показы? Потому что я их редко вижу. Можно сказать, вообще не вижу. Вот. Спасибо. О каком широкоформатном баннере речь? Ну, есть обычный квадрат. Да. Не так давно появился, по-моему, 1.16, по-моему, такой растяжки. А, все. Я понял, о чем речь. Смотрите, это во многом инвестиции в будущее. То есть в данный момент широкоформатные картинки 16 на 9 используются в фиксированных форматах 240 на 400, 300 на 250. Преимущественно они используются в смысле по сравнению с другими. Текущих цифр по перформансу у меня есть, но они пока не показательные, в смысле, это неинтересные цифры. Важно, что будет. Мы готовим форматы специально для вот этих вот форм-факторов 16 на 9, поэтому чем быстрее вы их зальете, тем больше вы профита получите на запуске. Вот. Сейчас это работает в небольшом количестве блоков рекламной сети. Спасибо большое. Вот вопрос. Денис, город Орел. При каких критериях вот в вашей терминологии клик считается хорошим? То есть, что я как пользователь должен делать, чтобы система меня считала хорошим? А чем вы занимаетесь? Можно вопрос? Смотрите, значит. Вообще, это машинное обучение. То есть, там черный ящик. Больше, да, больше 160 факторов в лоб, которые используются. Вот. Есть еще косвенные факторы, из которых, собственно, эти 160 варятся. И важно не то, каким критериям оно сработало, а то, как мы его обучали. Обучали мы его на реальных конверсиях, которые, собственно, рекламодатели настраивают в Директе. То есть, это, ну, фактически корзины, заказы, еще что-то. Мы обучали на том, что действительно сработало. Вот это вот. А дальше машинка сама выделила, что вот эти вот, значит, действия, они хорошие, а эти действия, они не очень хорошие. Вот. Что там? Да там полно всего. Значит, вот самые простые вещи я рассказал. Это, ну, есть вопросы с региональностью и возраст. Возраст – очень сильная история. 18 минус – прям, типа, первое, за что надо снижать ставки. Скажите, а, допустим, если конкурент заходит там, скликивает что-нибудь, вот вы будете ставки понижать таким? Мы это не будем засчитывать. А. То есть, есть часть, которая занимается уборкой фрода, есть часть, которая занимается в равням качества, часть, которая занимается уборкой фрода, она убирает конкурентные клики. Так, я вот там вижу девушку, которая прямо в руке микрофона. Воспользуйтесь им. Добрый день, Елена. Я бы хотела расширить немного первый вопрос. То есть, если мы говорим про таргетинг на конкретной площадке, по политическим причинам это сделать нельзя. Когда появится возможность исключать категории отдельных площадок, ну, хотя бы в формате мобильной площадки, там, игровые какие-то ресурсы, по категориям, как это в Эдварде, например, существует. Мы исходим все-таки, смотрите, если говорить про мобильные площадки, то у вас есть мобильные устройства, на которые вы можете выставлять коэффициенты. На них можно с мобильного браузера зайти и откроется мобильный сайт. Мобильные устройства, они работают и на браузер, и на мобильное приложение. Они все распространяются. То есть... Ну, хорошо, давайте возьмем другой пример. Если у нас, допустим, компания имеет какую-то четкую целевую аудиторию, мы понимаем, что ей не очень интересно показываться в РСЯ на конкретной категории сайтов. Мы не можем исключить это сейчас в автоматическом режиме. Приходится постоянную работу проводить по чистке площадок. А какой пример вы можете привести? Пример каких категорий? Ну, пример пару месяцев назад Яндекс выкатил, не знаю, порядка 200 площадок очень низкого качества, которые приходилось через персонального менеджера отключать. Вот банальный пример такой. Смотрите, значит, про низкое качество площадок и про конверсионность. Важный момент был в докладе. Надо не на конверсионность смотреть, а на цену конечного действия. Мы отстраиваем систему таким образом, чтобы цена конечного действия соответствовала. То есть, если, условно говоря, вы получаете клики с площадки, которые низкоконверсионны, мы строим систему так, чтобы вы получали эти клики вдвое, втрое дешевле, чем клики с хороших площадок. Это целенаправленное действие, чтобы вы при этом не теряли этот трафик. Поэтому выключать полностью трафик… Это история не перформанс-маркетинга, а трафиковая история. Как быть вот перформанс-агентством, допустим, в этой истории, чтобы не сажать специального человека, который будет заниматься чисткой площадок? пока сажать специальному… Либо воспользоваться другим инструментом, если это не перформанс-маркетинга. На самом деле, мы, конечно, готовим некоторые запуски. Есть некоторое количество тематик, которые мы дадим отключать рекламодателям. Вот. Их около 13 штук. Но вы сейчас не назвали эти тематики. Я проверял. То, что я вас просил, это… Спасибо большое. Простите, я все-таки и так не всем даю слово. Вот там в конце последний вопрос, к сожалению, последний. Мы иначе чего-то не услышим дальше. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо большое. Алия снова интернет-магазинковка станки. У меня вопрос такой про цену клика. На поиске, в общем-то, все понятно. Акцион. Что происходит в РСЯ? Каким образом она формируется? И когда, допустим, нет какой-то статистики, и у нас нет базовой стоимости, от которой можно отталкиваться, к чему стоит привязываться? Только экспериментально. На сегодняшний день только экспериментально. То есть начинаете использовать те ставки, которые вам комфортны на поиске или берете, например, среднестатистическую цену списания на поиске. Цена клика, которая фактически у вас получалась на поиске, начинаете использовать ее в качестве ставки в рекламной сети. А дальше смотреть, подходит, не подходит по конверсионности. У вас вообще особый случай, вам надо быть с рекламной сетью особенно аккуратными, потому что B2B тематики в рекламной сети надо покупать вот прямо очень аккуратно. Мы обжигались. Как они называются-то? Извините. Спички типа охотничьих, только не охотничьи, а строительные какие-то спички, они собирали сумасшедшие сети АРВСЯ, потому что, ну, видимо, мужская аудитория очень сразу интересовалась, что это такое и хотела себе купить. Выяснилось, что продается оно из Омска, доставляется, значит, вот такими вот коробками, стоит там, типа, 50 тысяч рублей за коробку. Так вот, такие штуки бывают, будьте очень аккуратны при составлении объявлений в рекламной сети. Важно, чтобы люди понимали. Так, коллеги, я выручу эту секцию, спасибо. эту сессию, с оппорта, классической поддержки. Нет, спасибо, что ты это делаешь, но дальше... Нет, все, окей, мы, правда, Дим, спасибо огромное. Я надеюсь, что ты еще в кулуарах людям ответишь, будет наверняка к тебе масса детальных... Спасибо вопросов.